Вау, Семёныч глобает! Ага! Всем привет, ребята, всем здравствуйте, с вами Виктор, канал Витёк Плей, и это то самое бесконечное лето. Ну что ж, сегодня мы с вами будем проходить следующий мод, который мне показался интересным. Называется он Возвращение в Савёнок. Так, вот он, мод начинается с выбора. Мы с вами должны выбрать, я так понимаю, какой-то основной рут. Есть Лена, я так понимаю, это Ульяна, да? Странно очень нарисовано, прическу не узнаю. Мику, это выход Славя, ну и, конечно же, Алиса. Вот именно с неё я и хотел начать. Смотрим. Порой мне снится странный сон. Такой приятный, такой яркий и красочный. Этот сон не даёт мне покоя столько дней. Если бы... Вновь и вновь возвращаясь из глубин собственного сознания к серой реальности, я понимаю, что это всё не сон. Вовсе не сон. Семь незабываемых, но за это время давно погрузившихся в омут памяти дней. Далёких дней. Только сейчас, вернувшись оттуда, я начинаю понимать, чем же был Савёнок для меня. Как вы можете понять, это как продолжение наше после того, как мы посетили Савёнок. Каждый сладостный момент, проведённый там. За короткую неделю этот мир стал образом идеальной вселенной для меня. Настоящим воплощением рая на земле. И она. Невыносимо больно осознавать, что ты практически бессилен восстановить сознание образ той, который в тот сладкий. Терпкий момент готов был достать. Как бы это банально не прозвучало, даже звёздочку с неба. Чувствуете? Здесь явно человек-то писал, который что-то смыслит в литературном языке, но довольно-таки серьёзно перегружает предложение. Но почему-то в этот раз, мне кажется, что сейчас её облик практически прояснился в моём сознании. Словно туман времени рассеивается, обнажая самое дорогое сердцу. Я чувствую это. Как никогда ясно. Ещё мгновение, и воспоминания становятся ясными, как небо в жаркий летний день. Пусть это сон. Моя память вынесет самое важное отсюда. С собой. Быть может, это ещё один шанс, данный мне судьбой. Вернуть то, что потерял, казалось навсегда. Сейчас мы окажемся в лагере, нет? Хм, с тех пор много воды утекло. Стрелки часов описали не одну тысячу оборотов. Полгода. Двадцать шесть недель. Мгновение по сравнению с той неделей в неизвестном пионерлагере. Или всё с точностью до наоборот. Что есть время? Я навеки запомню те дни. Но всё же. Они были настолько короткими. Тогда они казались вечностью. Сейчас словно что-то мимолетное. А ведь так жаль. День за днём моё удивительное путешествие уходило в небытие. И каждый раз я словно в последний момент выдёргивал его из омута забвения за спасительную нить. Намертво вросшую в моё сердце. Ох, какие же эпитеты. Жизнь всё так же текла своим давно проложенным руслом. Никаких изменений. И за дня в день с глазу на глаз с монитором своего старого компьютера. И всё же что-то щёлкнуло во мне. Я не мог найти себе место в этой квартире. Даже не только в квартире. Казалось, что во всём мире мне не суждено найти покой. Хотя с другой стороны... Нет. Там меня точно ждали. Но где это там? И есть ли теперь там она? Несколько дней прошло с момента того мимолетного озарения. Я просто лежу. Взгляд уперся в серый потолок. Перед глазами образ Алисы. Той девочке, которая почти стала моей в те дни. И лишь моя вина в том, что я не смог сказать главного. Кто знает, как бы всё повернулось, если бы я поступил по-другому. И да, забыл уточнить, что этот мод является продолжением плохой концовки. Так что в этом моде мы как бы с Алисой не сошлись. Я смотрю на неё. Она улыбается мне. Странно, не правда ли? Я не вижу её, лишь абсолютно прозрачные контуры. И в то же время в мрачной пустоте вырисовывается облик человека. Как можно словами объяснить принцип работы зрительной памяти? «Ведь любой, кому я рассказал бы об этом, понял меня, точно так же бы не смог описать словами, что это такое. Кажется, где-то в этих завалах ещё оставалась моя старая гитара. Делать было всё равно абсолютно нечего. Быть может, удастся смахнуть пыль со страниц книги моей памяти». Спустя 20 минут разгребаний и нагромождений разного рода хлама, гитара всё же была обнаружена мной в старом шкафу, под завалом разных тряпок. В моих руках гитарный гриф. Как давно мне приходилось держать его в последний раз. И где это было? Рука сама ложится на струны. Вот только строй совершенно сбит. Конечно, мой слух не идеален, но этот тихий ужас меломанок, кажется, не смог бы заставить помощица разве что глухого. В таких случаях интернет – незаменимая вещь. Я, конечно, с гитарой на «вы», но по крайней мере настроить её с помощью компьютера уж как-нибудь смогу. Наверное. Полтора часа усиленных пыхтений и кряканей. Ха-ха-ха-ха, полтора часа гитару настраивал, опасаясь перетянуть и без того многострадальные струны. Но это того стоило. Хоть гитара далеко не хороша собой, сейчас этот звук как никогда грел моё ухо своим сладким пением. Теперь бы что-нибудь сыграть. И опять интернет выручает меня. Кто знает, что бы стало со мной за последние полгода, если бы не еженедельные инъекции этого информационного опиума. Ух! Вот и сейчас мой единственный реальный друг, старый добрый компьютер, выручает меня в очередной раз. Под руку попалась какая-то неизвестная мне песня. Я не слышал её, но звучала она прекрасно. Хоть и казалась на первый взгляд совсем простой. Бедная гитара. Сколько ей пришлось пережить за каких-то пару часов. Зато мне удалось сыграть эту простенькую мелодию. Хоть и далеко не идеально, но всё же. Каждый в своё время с чего-то начинал. А мне так не хотелось выпускать её из рук. Кажется, будто в ней душа той ржеволосой девочки, что казалась такой неприступной. Но ведь тогда только она была нужна мне. И здесь лишь моя вина. И уже закрывая глаза, я представляю её рядом на кровати. Мило сопящую мне в щёку и нежно обнимающую меня одной рукой. Как когда-то давно в том далёком лагере. Новое утро в моей жизни обычно ничего не значит. Но только не в тот день. Встал я как обычно. Но стоящая у изголовья кровати гитара наводила меня на высоль, на мысль. Ничто не будет как прежде. Время вновь безостановочно бежало куда-то вдаль. Но теперь эти дни уже нельзя было назвать пустыми, как ранее. Я учился играть. Играть на гитаре. Минуты складывались в часы, часы в дни, дни в недели. И с каждым мгновением становилось всё яснее. Это то, что я так долго искал. Этот процесс начал занимать у меня большую часть времени. Бессмысленное просижение дней и ночей тет-а-тет с монитором сменилось разучиванием аккордов. Скоростное отбивание слов на клавиатуре превратилось в жалкие попытки играть. Кое-какие соло-партии. И Алиса. Не знаю, что переклинило во мне, но всякий раз, сидя перед монитором в поисках аккордов, лёжа на кровати, когда сон полностью охватывает всё человеческое естество, я вспоминал её и представлял рядом с собой. Будто она сердилась на меня, если я нервничал. Смеялась, когда у меня не получалось сыграть что-то, мне незнакомое. Радовалась моим маленьким успехам. И с доброй, милой улыбкой смотрела мне в глаза перед сном. Стояла осень. Именно такая, что воспевал в своих стихах Пушкин. Золотая. Погода стояла прохладная, солнечная. Кругом жёлтые и красные листья. Я стал периодически выбираться из своего логова, и вечером, когда на улицах города народа значительно меньше, прогуливался по заметённым золотым золотым дорожкам в ближайшем парке. Едва тень сумерек касалась этих мест. В итоге, пускай я и не придавал особого значения окружающей среде, однажды, во время прогулки, я заметил небольшую сцену, стоящую в том самом парке. И как она была похожа на ту сцену из заветного, настолько близкого сердцу и настолько далёкого глазу пионерского лагеря. Место более чем красивое. Перекрёсток пары дорожек, кругом деревья. Вряд ли кто-то помешает мне. А если и остановиться послушать, почему нет? Мои гитарные умения сейчас намного лучше, чем в период пребывания в Савёнке. По вечерам я стал ходить играть в парк. Сначала никто не обращал на меня внимания. Люди проходили мимо, и в общем-то, я так и хотел. Даже подвыпившие парни в спортивных костюмах и кепках, уточках, не раз проходившие около сцены, судя по всему, не горели желанием докопаться до меня. Может, не замечали, а может, даже им не чуждо что-то человеческое. И заслышав игру музыканта, они вдруг резко поднимали собственную планку морали значительно выше. По крайней мере, мне хотелось в это верить. Но постепенно стали находиться и те, кто останавливался и присаживался на лавочке напротив той сцены. Говорить за них, ждали ли они здесь кого-то или слушали меня, я не мог. Но со временем, приходя к сцене, я замечал неподалеку от нее пару-тройку знакомых лиц, смотрящих на меня со снисходительной улыбкой. На полчаса сегодня опоздал. За все, мне это напоминает то, как я стриму веду. Вот такие сидят лица снисходительные. На полчаса сегодня опоздал. Постепенно для меня это превратилось в традицию, обычай. Не знаю, каким словом точнее можно это охарактеризовать. Но спустя месяц меня всякий раз у сцены встречала небольшая кучка самых разных людей. Пожилых и молодых. И они все сходились здесь, чтобы в очередной раз послушать меня. Это стало еще одним толчком к моему развитию. Всякий раз, собираясь на сцену, я подыскивал одну-две новые песни. Больше времени стал уделять вокалу. А в один прекрасный день я всерьез задумался над приобретением электрогитары. Казалось бы, откуда у меня могли взяться на это деньги? Однако, как оказалось, в моем неприкосновенном запасе имелась очень внушительная сумма. Неприкосновенный запас... для того и создан, чтобы в один прекрасный момент прикоснуться к нему. Не так ли? Я надолго запомню тот момент, когда впервые ударил по ее струнам. Чуть переборщил с громкостью усилителя, слышно было, наверное, даже двум-трем этажам ниже. Но на дворе еще стояла осень. Я понимал, что пройдет пара-тройка месяцев, и белый снег засыпет все вокруг. И на сцену мне уже будет не сходить. И мое свежекупленное восьмиструнное чудо со временем, с приходом осени, слякоти и холода, постепенно вытеснило из обращения мою старую гитару. Конечно, я не забывал и о ней. Всегда нужно искать что-то новое, двигаться вперед, не забывая о прошлом. О таком сладком и таком далеком сейчас. Вечерело. За окном холодный дождь. Поздняя осень, хотя и до календарной зимы еще совсем далеко. Я просто сидел в полной тишине и смотрел в окно. На душе воцарилась немного странная, необъяснимая легкость в перемешку с волнением. Будто ждешь чего-то. Звук сообщения Васьки заставил меня слегка вздрогнуть от неожиданности. Доброго времени суток. Ты ведь Семен? Тот парень из парка, верно? Немного странно. Извиняюсь. Немного странно, как меня нашли. Я ведь никому не давал своих контактов. Хотя... Нет, совсем забыл. На паре форумов подавал объявления. Ну да. Не отвлекаю? Нет, я весь внимание. Я бывал в парке пару раз. И, как по мне, у тебя очень хороший уровень. Ты сейчас участвуешь в каком-нибудь проекте? Сейчас нет. И не намечалось? Тогда я хотел бы позвать тебя к нам в группу. Мы достаточно давно собираем ее, но никак не можем найти нужных кадров. Почему нет? Тогда давай дам контакты. Мой собеседник оперативно отправил мне контакты своей группы. Мы попрощались, я развернулся, какое-то время в прострации глядел на сцену. Бывает и так. Снажнее всего было сыграться. Тем не менее, рэп-база была буквально в соседнем доме, и мы подолгу репетировали каждый день. Поэтому совсем скоро у нас уже неплохо получалось работать в команде. Интересы во многом сходились, много времени мы стали проводить вместе. Продолжение было многообещающим. Уже через пару месяцев мы договорились с одним небольшим клубом о первом нашем выступлении. Первый концерт – это первый концерт. И даже почти полное отсутствие зрителей и аппаратуры, освещения, ничего не могло помешать нам отыграть нашу маленькую программу. Но уже на следующей неделе наш клавишник договорился о новом выступлении в другом клубе. Уровнем выше. Вот только песен для выступления не хватало, и я пытался что-нибудь сочинять сам. Так я стал начинающим композитором. Вскоре мы начали выступать. Конечно, пока прибыли от этого мы не получали, работа шла исключительно на собственном желании. Не лень двигатель прогресса, а вот такие отчаянные энтузиасты. Те, кто действительно много сделали и не кричит об этом на каждом шагу. Наконец настал день первого нашего крупного концерта, где мы выступали уже как хедлайнеры. Мероприятие проводилось в самом популярном клубе в городе. Заявлено было около 15 групп. Наше выступление было в самом конце программы. Мы долго готовились к этому моменту. И вот мы уже стоим на сцене. Воу! Семенович лобает! Буф! А где мы злота? Большинство мыслей пропали с первыми аккордами. Воу! Песня была отработана до автоматизма, и я играл даже не задумываясь над процессом. Торжество общего порядка. Власть разума над эмоциями. Я перешел к сложному соло, и здесь пальцы работали сами собой. Я и не задумывался над тем, что играл. Просто делаю то, что уже давно делал на автомате. Брейкдаун. У меня есть секунд десять на передышку, и я оглядел зал. Пара сотен зрителей, затоив дыхание, ждет последнего припева. Интересно, что бы сказала Алиса, увидев меня здесь на сцене? Алиса. В толпе у самой сцены чья-то рыжая голова. Ни чья-то. Я узнаю ее из тысяч. Руки задрожали. В животе похолодело. Все внутренности словно сжались в единый крохотный комок. За такт! Со свистом расплетающаяся струна хлещет меня по пальцу. Черт! Я оглядел зал. Но Алисы у сцены уже не было. Меня охватила паника. Непонятно, откуда она исходила. Непонятно, почему она появилась вообще. Но в мгновение мне стало страшно. Сердце бешено стучало в груди. О, слышите, стучит. Голова стала кружиться. Все поплыло. Я не мог, конечно, похвастаться великолепным здоровьем, как и пожаловаться на частые недомогания. Что сейчас было? Откуда она? Я схожу с ума? Что за бред? На секунду промелькнула в голове мысль. Но снова нахлынувшая паника заставила забыть о глупости ситуации. Я смутно помню, что было дальше. Как я бросил гитару, выбежал за сцену, побежал вдоль по набережной. Стояла холодная зимняя ночь, но мне уже не было холодно. Меня будто разрывало изнутри, заглушая все остальные ощущения. Я не мог осознать то, что створилось со мной в этот момент. Эмоции нахлынули в один момент. По щекам побежали горячие слезы. Откуда она? Что за паника? Что со мной? За столько времени прошедшего с тех пор, я вдруг ощутил все то же странное ужасное волнение. Столько непонятного. И никакого объяснения этому. Ужас накатывает снова и снова. Ясность сознания возвращается лишь на мгновение. Иду через старый парк. Вдалеке, рядом с той самой сценой, сейчас уже полностью засыпанной, стоят двое. Смотрят куда-то вверх. Теперь к ним подходят еще двое. Пройду побыстрее. Я и не заметил, как оказался дома. Мне уже ничего не хотелось. Я лег на кровать и закрыл глаза. Боль постепенно начала утихать. Но это лишь сладкий опиум приближающегося сна. Пара-па-па-пам. День первый. Мрак. Страшное чувство пустоты вокруг. И пустоты внутри. Будто что-то забыто, начисто стерто и скрылось во тьме, махнув на прощание рыжим хвостиком. Почему все так? Опять и опять. Какие-то странные ощущения. Жгучая печаль в груди. Желание закричать. Нестерпимо хочется набрать полную грудь воздуха. И издать душераздирающий вопль. Пусть он пронзит темноту. Пусть он пронзит все вокруг. Пусть все. Пусть каждый знает, что ощущаю я. Только жаль, что я здесь абсолютно один. Да и закричать почему-то никак. Дыхание словно сперто. Падаю на колени. Слезы, крики. Все поглощает тьма. Это беспощадная среда вокруг тебя, пересекающая все твои жалкие попытки подать знак. Пресекающая. Вот интересно. Я посреди пустоты. А на чем я стою? Что-то знакомое. Совсем знакомое. Звуки гитары. Я не один здесь. Алиса. Сидит на краю сцены. Перебирает струны. Но откуда она? Может подойти? И? Она так увлечена. Тем лучше. Тихо сажусь рядом с ней и слушаю. Пускай она играет тихо. Но в этой тиши я как никогда слышу. Хорошо эти прекрасные ноты. Она и вправду не замечает меня. Или... Семен. Она обернулась ко мне. В ее глазах слезы. Из-за меня? Из-за меня? Семен. Почему? Словно вспышка в мозгу. Я пытаюсь что-то сказать ей, но не могу. Пытаюсь дотянуться до нее, прикоснуться к ней. Но меня словно утягивает назад. Во тьму. Опа. Как так? Я резко вскочил с кровати. Очень зря. Плюх. Спросоня удержать равновесие задача трудная. И... Стол радушно принял меня своей твердой крышкой. Возможно это даже и неплохо. Мысли в один миг встали на свои места. Я с трудом встал на ноги. Перед глазами все еще этот сон. Такой теплый сердцу. И в тот же момент полный холодного отчаяния. Серая реальность быстро заполняла сознание. Раздавливая своей никчемностью бытия и плачевным исходом столь короткой истории лагерного романа. Кажется мне уже пора забыть слово счастье. Опять и опять жестокая судьба дразнит меня. Словно провести тарелкой с желанным куском мяса под носом из голодавшегося пса. А затем что есть силы врезать ему по морде. Я с ужасом начинаю понимать, что почти все мои мысли о прошлом. О том чудесном приключении, что случилось когда-то со мной. И кстати. Я глянул на монитор. Да. Сегодня ровно год. Ровно год с того чудесного дня, когда автобус номер 410 увез меня в Савенок. Туда, где я встретил Алису. Пол первого. Как бы то ни было, есть все же хочется. Я встал с кровати и направился на кухню. Заодно, быть может, удастся привести мысли в хоть какой-то порядок. Даже хорошая еда не способна заглушить это чувство. Словно в момент, кто-то вытащил заглушку, закрывающую огромную дыру в душе. И теперь чувства свободно гуляют там, как сквозняк, вымораживающий душу насквозь. Или это просто ледяной ветер с форточки? Так и есть. Хорошо. Так холодно. Так одиноко. Пара секунд. И я уже лежу на полу, скручившись. И плачу. В этом мире для меня не осталось ничего, кроме страданий. Моя любовь разбита лишь от голосок эха из той вселенной. Раз за разом возвращается ко мне этой бесконечной болью. Я не верю в чудеса. Не верил до Савенка. Но сейчас я бы отдал все, лишь бы вернуться туда-обратно. Остаться там навсегда. Никогда не задумываясь о том, куда мне надо вернуться. Раствориться в небытие. Навсегда забыть о тех днях. Что угодно, лишь бы эта нечеловеческая пытка прекратилась. Что дальше? Что впереди? А ничего. Неизвестность. Темная пропасть, до дна которой не доходит ни один луч солнца жизни. Единственное, на что я в тот момент, в этот момент был способен, дойти до комнаты. На что-либо иное у меня не хватило бы, либо сил, либо духа, либо возможностей. Все тело полыхает, меня словно бьет лихорадкой. По щекам бегут слезы. Не помню, чтобы когда-либо у меня была подобная истерика. Даже оставшись без Алисы, в один миг вернувшись в свою реальность, я не переживал так сильно. А сейчас? Просто уже не могу сдерживаться. Оказавшись у кровати, я тут же рухнул на нее. Глаза закрылись сами собой. Стук сердца в висках полностью заглушил внешние шумы. Через пару минут, все начало медленно приходить в нормальное состояние. Но это далеко не так. Мне это ясно, как ничто другое. Семен? Ммм, что? Семен? Кто здесь? Я вскочил, оглядываясь по сторонам. Пустая комната. Никого. Кто здесь? Еще раз спросил я у пустоты. В ответ гробовая тишина. Ну не показалось же. Я точно слышал? Или нет? Некоторое время я еще стоял, ожидая чего-то. Шороха, шепота, хоть какого-нибудь знака. Но в этой комнате звуки могли издавать лишь я и мой компьютер. Безразмерная печаль новой волной нахлынула на меня. И я устало завалился обратно на постель. Похоже, уже начинаю сходить с ума. В моем нынешнем положении съехать с катушек вполне реальная перспектива. И тем не менее в волнении опять улеглось. Лишь грусть тихо гложет сердце. Глаза слепаются. Семен, в этот раз я не стал вскакивать. Зачем? Все равно никого не увижу. Быть может это вообще мое сознание или какое-нибудь подсознание шалит. Тогда тем более лучше не вставать. Но ведь я правда слышал. Скоро и какого-нибудь Наполеона научусь слышать. Или хотя бы Ленина. Семен! Снова. И сейчас я точно уверен. Я слышу его, этот голос. Но стойте, откуда он исходит? Как будто из самой головы. Сема! Сема? Интересно. Так меня никто не называл раньше. Разве что родители в детстве. Постойте, а кто говорит? Если... Холодок пробежал по телу. Я ведь и не учел тут факт, что этот голос явно женский. Даже девичий. Но кто? Да нет, это глупость. Ее не может быть здесь. Я не могу ее слышать. Но почему нет? Ведь порой так просто сказать пару слов. Задать один вопрос. Не просто решиться на это. Черт возьми. Ну я же ничего не теряю. Я сглотнул и прошептал. Алиса? Сема! Она! Это она! Я слышу ее! Я не знаю как. Не знаю почему и с чем это связано. Но это голос Алисы. Не образ ее голоса, сохраненный в памяти. Этот голос звучит прямо в моих ушах. И сейчас, судя по всему, она плачет. Это уже не отдельные реплики. Кажется, словно она сидит рядом. Или лежит, уткнувшись лицом мне в плечо и тихо плачет, изредка всхлипывая. Вот только голос раздавался прямо из головы. Как спектровая часть музыки, когда слушаешь ее в наушниках. Алиса! Это правда ты? Семен! Я! Я думала ты останешься со мной. Там, в Савенке. Алиса, я не... Ведь уже тогда мне не настолько и хотелось сюда. Я уже был готов к тому, что моя жизнь изменится. Но судьба решила иначе. Почему ты ушел? Ответа нет. Ведь я ушел не сам. Кто знает, что за сила играла мной в те дни. И кажется, никому неизвестны ее мотивы. Алиса, ты... На мгновение она перестала плакать. Что? Значит, она все же может поддерживать диалог со мной. Я уже и не знал, что сказать. Что можно вообще сказать в такой ситуации? Мы оба некоторое время молчали. Я уже думал, что она опять ушла. Но в этот момент Алиса вздохнула и медленно спросила. Семен, ты все еще... Любишь меня? Все время. Год. Я вспоминал тебя. Каждый день. Я так скучал. Пойдем со мной. Куда? Меня внезапно начало сильно клонить в сон. Все заволокло белой дымкой. Я открыл глаза, потянулся за телефоном, взглянул на экран. Как же вы меня достали. В следующую секунду телефон полетел в стену у кухни. Вырубить 3310 обычным броском было практически невыполнимой задачей. Но с кухней я почти ничего не слышал. Да и вставать, чтобы выключить его, не было ни малейшего желания. Я обратно лег на кровать, пытаясь вновь услышать Алису. Но она молчала. И меня начало разбирать дикое отчаяние. Краем глаза я глянул на часы на рабочем столе компьютера. Девять вечера. По моим ощущениям, сейчас должно быть не больше трех часов дня. А вот самого меня сильно клонило в сон. Я закрыл глаза и снова начал проваливаться в белую мглу. Ох. Я повернулся на другой бок. Этот так болит. Интересно, а с чего бы это? Под боком что-то твердое? Щупаю рукой. Кочка. Травы. На кровати. Где я? Закричал я от ужаса, рывками оборачиваясь и пытаясь осмотреться. Ох-охо, ребятки. А вот где Семен оказался, мы с вами узнаем в следующей серии. Не забывайте, что вам следует поделиться этим видео. Ну, если вы хотите поддержать, отчаянно так поддержать, делитесь видео, комментируйте, ставьте лайки, ну и подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. Надеюсь, вам интересно, что будет дальше. В общем, я, наверное, удаляюсь. Читайте комментарии, точнее говоря, читайте описание, там будет ссылочка на плейлист. И, что самое интересное, много других классных ссылочек. Изучайте. А пока, пока.